Ствердил, что нужно всех боляков забить только за то, что они Поляцы. Ирис Полен. Полен? Что это Полен? Where is the country? Туржовство, кламство. Кламство, туржовство. Документы. Дея она разбирала? В НКВД, в ФСБ. Так что Поляцы, чтобы не только самоствердить, чем в польской сцене политической, а и ствердить свои рации стану и говорить о том, что слишком мало быть только польским политиком. Влажно, что я имею в виду, что лучше чем по правой стороне, лучше чем правительством польским. Больше того за мало. Потому что, как я заметил на сцене польской политической, когда правительство зашида в программиках нуртовых политических польских. И когда ей задаем вопросы и навязываем до жоунижев выклеенных, до армии краевой. Все понимаем, с чем это связано с польским 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 польским. И когда так, так, они говорят, так, армия краевая, жоунижевые клиенты, то так, мы понимаем, это наша богатырка. А потом, через пару этих заданий, начинаем уодвозить уваги свои, жекомые, нежекомые, дамнимальные, разные какие-то цитаты и твердения Дмовского, еще там кого-то, в тех, которые представят их рухи народовые. Ну а так, на правде, это все до народового. Какие-то цитаты, все детские лета, какие-то там лета. Когда по дещу режима царского, две-три коллеги забрали, что и то было так вольно о тем всем гадать, все створили такие публичные разные рухи, там, где два-три и полтора человека, мембера, истинные, какие-то заложили партии, какие-то рухи пердолы, какие-то там пердолили в разных парламентах европейских, французских, если там вымывали разрушенные декларации. И то они цитуем, тех, але не тех цитуем, кто положил душу, кровь и житие свое за вольную ойчизненную, вольную власть от тех идиотов и швиров. А власть же армия краевая, которая поливала на тех псевдонародовцев в 1944 году, чтобы уникнуть здрады, чтобы они не бесшкодзали мечь тех союзников, которые бы хотела та армия краевая. Але децидовала не только армия краевая, а и жонд лондинский, ни стето. Но сейчас демократия, они огласили себя ойнеровцами, фаланговцами, народовцами, националистами польскими, радикальными, нагласили. И этим наглашением они уже самоствердили себя. И работали против рации стану польским. Например, гоняем правый сектор, который сейчас союзник, ну не только правый сектор, а и бандеровцы, а и новочесные бандеровцы. Важно же не те бандеровцы, которые были в этих чудесных, в 40-х летах, там, где была кровавая, пацификованная украинская людность. Только за те терены, за землю. То есть земля стоит больше, чем человек, который тем более может бороться за эту самую польскую, держать в броню, за Европу, за Вильнюю Украину. То народовцам не нужно. Потому что они, фаланга, держат меч, например. Но без ничего. Даже дупы рядом нет. То есть поляцам можно обычно дорисовать, домалировать анимационную дупу, и дорисовать до нее рукой с фалангой. Будет то же самое. Либо домалировать, дорисовать Путина, который тоже держит этих фаланговцев. Будет тоже то же самое. То есть рука с фалангой, у которой нет мозга. Курды. Что это за символ? Я не знаю. Это какая-то посмеховика. Путина. 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 значок за честь и хвали подземной борьбы повстанчей и украинской армии УПА. Они делали значок в учте этой армии. И я это УПА. А эти новые псевдонародовцы, псевдонационалисты, не были то польские. Каждый разуме по своему, что значит быть поляким, или каким-то кольором скоры, или кольором розовым, который ничего не опалит, либо темными очками, либо небескими, зелеными очками. Каждого свое поединение быть поляким. Но быть поляким, то поляцы еще очень мало иметь только печенки в паспорте, либо уродить чем, что у тебя тоже родители, ни бы то были поляками. Очень сейчас это помешанное, поединение. Очень нужно с ним, ну, не так широко относиться чем до этого поединения, но и не связать его до примитивного, а тем больше до псевдонародовцев, в каких можно смешать. Ну, как и Ренка Путину говорит, что я поляк, я националист, я тем больше радикальный. О, курда, ему все поглазкали и пошли за ним. А он их допроводил до дна, до ямы, до долгу поляцев. Так что поляцы у польски был еще не так давно, не то, что там с никомой, а такой нормальный шанс долоншить, прелоншить на своем стороне украинцу, тем больше, который умел бороться, дорадить, который любим, кахаем польским, поляков. Бо сами поляцы за себе, и уж не кто-то не вальшит, что-нибудь чекаем на заход, ну, то, ваше ведомо, как и модер, как и венгер, банджи вальшил за поляков, повезем, так, мы можем на поперках, там, здесь, там, залазь, сочи, бла-бла-бла, выйти, там, на демонстрации, сочи, там, енкнуть, сочи, там, в медиах, и нормально. Решта, як то, банджи мы вальшили, люб кто газ дает, люб кто мощный, милитарный. И решта, решта, все, что мы там из истории знаем, знамы. Был такой, ну, не сникомый, нормальный шанс, чтобы украинцы могли бороться и дбали о польске, и чумалекчухи в каким-то таким сенсии политичным, войсковым, енк, 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 шанс на арене там международовой, вшенде решта, культуровая, бла-бла-бла. Но по той декларации, там, где, ну, там, где парламент польский согласовал о людобуйстве, геноцид, украинцам над поляками, ну, ну, тобто не маяш, же, човистых, вярыгодных, певных доводов на то, что муве, эвка, эвочка, семашко, а семашко, то тумача еще, из языка перскего, 7 комух на титжень, 7, ма, пушко, то комухи, жарта. Тобто 7 комух на титжень семашко, тумача так же, 100 висок на початку лета, украинцы, сбоченцы, там, резуны, решта, отточили и заморзували wszystkich. Них навыть не учек. А че, кто учекли, wszyscy маем доводы, zdjęщие фотографии, печенки, паспорты, же, то были украинцы, УПА, телемост там был, там, где бандеровцы транспитовали желание о смерти над поляками только за то, что они были поляками. И с Акцентфаузена телемост был, в тех хатах польских, там, где Стефан Бандера ствердил, что треба всех поляков забить только за то, что они поляцы. И заставили комурки, там, где забиваем, паспорты показываем, украинцы, что они забили поляков, заставили им комурки в МП-3 и МП-4 формате, чтобы настендное поколение все свидетели, что это заморзували украинцы. Так твердит Эвочка наша дорога комуха Семашко. Так что, на правде, на правде, поляцы, я помню, что у нормальных бандеровцев, УПА, националистов украинских было не то, что там скруха, о своих преступлениях, ну, как так можно такое говорить? А был такой смуток о том, а когда по тем ствердзениям и обвинениям на всех джеках на украинцев, повстала наоборот фаля против этого кланства. И все начали бадать, и повстала раптом, тут, вместо этого смутка, смутку, наоборот, фаля бадавча, фаля вонпливощи. На этот темат, на темат волынский, который должен целый час заверать в себе смуток. Кто бы то ни был, прежде всего, ну, то не было, как в Катиньо, то не было, как под Смоленским. Курды, поляцы. Как еще тлмачить, что политизовать то страшное выражение, там, где и шляхта была виновна в том, что выкоржствовала свой народ, и лондонский рост, который выменял свой народ, поляков за эту землю, подставил, вробил их, чекал, когда та жесть на беже, барзов великого, и них, до первой на Раженеве, или этих офер, выобразь, 300 тысяч, 200 тысяч, 100 тысяч, ну, 60 тысяч, там, 20, 30 тысяч, еще можно выобразить, там, похованы по долкам, по лесам, захопаны, а таком иллость, вы посмотрите, 20 тысяч в Катынию было открыто, то такая личба, иди камера, иди, иди, фотографую, фильмую, фильмую, и на долгах вшедет, тыле люди лежат, а тут 100 тысяч, вы выобразите, или это люди. И теперь, даже самим Бандеровцам, уже, очень интересно, чтобы дойти до какого-то, пункту правдивого, правдивого ствердзения, что так, на правде, то, вина, сон, на тих, на тих, на тих, они уже самим интереснее, то услышать, но нет, то все, что-то входит и упирается в понимание, что скон та его симашка взяла те материалы, там, где ствердзался, что в один день, как в комурке было, так, там, в одном лесе комурка, в другом, так, зазвоним еще, когда бы что-то там были макоковцы, там не идем, а идем там, где нет обороны, там, где вехи будут пусты, и какие вехи, там, где, где спираем макоковцев, а там не было этих макоковцев, то после ищет в те вехи, ну, то не так же, ну, прилечил птах, отлечил, то целый час, куратуры макоковцев были бы там, либо поляцы, либо то быха робило, курды, такие лес, тих домнимань, и гдыбань, але в том лесе, сказать только винам, вешать на украинцев, то тоже несправедливые поляцы, так что борются за правдой, украинцы, борются не только за срюцене, и усправедливение своих националистов, в часы 40-43, и далее, а еще и борются с погартом у поляков, которая та сама погарда, их самих и забида, морально, потом материально, и по-ружнему, и греховне забида тоже, бо диабел забида, человека, греховного, нафиг, бо бог, его, бог, не ратует, бо он бога ненавидзи, так что поляцы, вероятны, правдоподобны, вероятны, правды, что там вина на УПА, или на такие отделы, которые были от УПА, представили себя, или еще кем-то от обличия украинцам, как поляцы, мы уже украинцы и щебержнели, и поляков ржнели, только за то, что они были поляками, а не за то, что они были кацапами, не за то, что они были комухами, не за то, что они были фашистами, не за то, что они были наежцами, не за то, а только за то, что они были поляками. Но как так можно быть, ну, как можно забить нормальных людей, которые не враги, Швенты коледжи, коляси, ну то идиотизм, то так само, как себя ржнуть, своих близких, ржнуть только за то, что они близкие. Курды, кто забил конкретно, кто вшел до всей этой, кто написал о том, от кого пошла та баечка или та правдивость, кто-то реально написал, не НКВД-овцы потом писали историю, не какие-то акты под жутсоны, под холинки, под какую-то урочистость. Не самое то 100 тысяч, 200 тысяч, 350, как ствердзают в Харкове коммунисты, лицбах, кто-то венцы, да, хандель, тотолеток. А конкретно, что в тот самый день, кто-то писал, кто-то записал, был же там, написал том истории, или, кто-то вспоминал эти люди, конкретно из этой власти, ну, знаете, уже сами историцы говорят, что они бы с радостью, чтобы получить крест тем, 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 уже бы приняли, были бы какую-то правду, но они сами говорят, что не дать себя до этой правды докопать себя. Бо то, ну, на тыле, то, уж тяжко о том wszystkim, бо не было ни интернета, ни, ни, ниц не было. О тех пары зенщ, от той симашки, которая, ну, тех детей цыганских, в 20-х летах замордованы, и о том wszystkim, кто ей давал эти документы, где она взбирала, в НКВД, в ФСБ, чтобы это все поднести разом с псевдонародовцами, эту фалу Тхужовскую, под эту войну путиновскую против Грузии, Абхазии, потом против Украины, займить Крым и то Полякам спустить, и Венграм пропозиции для того, чтобы использовать оферты на территории Украинской земли. Прошу вас, мы продаем этот фалат, будем аукционы сделать. Для Венграм хотите Ужгород, Закарпачья, Полякам хотите Львов, хотите там, может, Вильнюю, может, захочут еще с повротом, как говорят, 100% в полиско-этническую Вильнюю. И так целый час, целый час. И до той правды, когда уже ствердяло, что уже украинцы в войне, уже то людобуйство, геноцид. Ну, и то нашло на то, что пошла сейчас фаля анти-псевдоверогодная. А теперь поляков, поляков, нормальных поляков, делают кланцов. Видите, поляки? Ну, то так не приезжайте. Так что мне неприятнее, когда польские, полякам заручают кланство. И говорят, что, о, эти либералисты, чипыовцы, то лепят. Что ты там нам гадишь? Какой пис? Что ты гадишь? Лепят тех, кому на них? Чипа там, курты, потому что они кланцы, они нам заручают, чтобы наш Путин заезжал, чтобы нас, Украину в уголе, поделили. Они то хотят, что право, псевдоправо, псевдобру, такого моклаха наручаем, наручаем. И мне целый час больше трудно с этим бороться и удовольствовать. Ну, что, мам доводы свои, о которых полякам даже не говорю, никому не говорю. Что, мам доводы, которые уважают мои доводы. Это моя справа, но что, целый час, целый час труднее и труднее делать. И никто в этом не допомогает. Так что, поляцы, лечьте сами, кем лучше быть. Любые, которые сейчас, в целом, нибудь то на Путина, на Росы, том сбродничном, посткоммунистичном, прокоммунистичном, простолиновском. Что-то начискать, чтобы зашить, ну, чтобы катастрофам смоленским, забудьцам смоленским, что-то бы какой-то крест поставить. Но этого не можем и никогда этого не сделать, допустим, там, в рождении про Путиновский, про имперский дух, там, в этой Росе, бла-бла-бла и решта. Но с другой стороны, поляцы, польцы, официально, что, это так залагоднее Путина, что, нибудь то мы на тебе, там, Путин, паскуда, ты гав-гав-гав, но ты нас так, очень мощно не прицискай, так, за яга. А мы будем на Украину, и ты там залагай, Украина, и мы будем на Украину тоже начать тебе, как бы так давать фуры за это. То есть, это вымена такая. Плынь за смоленским. И если что-то такого поднесутся, такие псевдонауковцы, разные бодавцы, все-то, будем заповнять народ, что это все-таки так и есть. Но в 21 веке не только украинцы, а и остальные люди начинают понимать, что это тхужоство, кланство, кланство, тхужоство, то тхужоство и запчанство, с которым боролась армия Краева в 1944 году, пред Повстанем Варшавским. И Бан Пельсовский боролся, и в 1938 году боролся, все боролся, но не боролся. И эта швирта гребица целый час подносит себя, потому что это иногда удобно, так, корыстно ее использовать. Но это брудная, паскудская, тхужоство, тхужоство политика, на которой не должны согласиться нормальные суперполяцы, которые, может, еще и не уродили себя, но они как немовленники, но они такие, но они милчат, потому что они милчат у себя в душах, потому что они милчат у себя в душах, потому что они крестьянцы. Потому что они только немовленники, которые научатся на правде, крестьянским, что-то понять в этом мире, а не на правде этих псевдо-швиров. Тогда они становятся настоящими Поляками, любимыми, за которыми не только шутят и борются, а просто их можно подчеркнуть, как супернасы Поляцы. Я думал, чтобы уехать из этого страны, так на самом деле. И не жизнь, это хотя бы работа или деньги. Деньги я могу потерять, потому что я и так не могу их много. Учебное, уничтожение собственного жизни, это... Это самый большой герой. Да, самый большой герой, который можно дать. Если бы мы просто боремся за политиков, то они первые едут на первые шерги. Не хотелось бы быть таким, как бы, мясом ароматным. Хотелось бы, может, где-то выехать за границы. Я пойду за скарбином, чтобы оборонить свою ойчизну, родину, своих близких, потому что это, наверное, высшая ценность. Мне нравится этот страна. И отдал бы он за него жизнь? Конечно. Великой войны был поводом потяжного конфликта, то есть политики. Это была борьба за края, или это была борьба за политиков, которые выполнили бледы. Но это были... ...самегуэрыц, который учитывал... ...самегуэрыц... 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 ...возь подвуагу, что в первой победе, люди живые в Америке, в любом виде, ...самегуэрыц... 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 ...аск мне, please, who is this man? ...something, talking about... ...I don't know... ...what is... ...approximately... ...It is... ...Poland... ...Poland? ...what is this Poland? ...Where is the country? ...I don't know... ...сowwhere... ...Бéла-Rouche... ...сowwhere, it might be... ...Murmont... ...something, different... ...very... ...weird... ...people. Так же бы не пытали украинцы кидыш, бо то уж не потребнее им бензи. Та польска и вообще то, что повязано с польском, потому что какой небогатый человек будет работать до среднего небогатого человека, жадного, поедем работать среднего только до богатого и так самое вечно. Так что каким-то образом нужно правительства, не псевдоправительства, а нормальной правительства, польской, не то, что вы коржустили. А меч на увазу тен момент, пока Украина та вальча и сплаца за те вальки своим жичем и своим кровьем наших најлепших родаков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова